Но мы удачно подъехали. Машин мало, потому что до этого Влад с мамой приезжал сюда в тест ковид-центр. Здесь была очень большая очередь. От начала входа, вот сейчас я поверну туда, и до самого конца. А мы подъехали. Тут совсем мало машин. Я думаю, что мы пройдем быстро. Пришлось записаться на это тестирование через приложение, которое не работает в России. Каким-то чудом. И вот сейчас мы приехали на тестирование. Она в принципе не работает. Не только в России. Она вообще не работает, как выяснилось. Ни в России, нигде. Вот сейчас я пытаюсь опять войти. Она мне говорит, у вас неправильные цифры, паспорт, у вас неправильный номер. И уже безуспешно, минут 20 пытаюсь войти в это приложение. Я не знаю, как это будет потом. Где это будет все? А сейчас мы зайдем, спросим. Может быть, они мне помогут установить. Я попрошу их, пусть установят. Они все разрабатывают. Они любят говорить, а вот позвоните туда-то. Или езжайте туда-то. Мы ничем вам не можем помочь. Ну, я попробую их убедить, что я не смогу позвонить. Пусть они мне здесь помогут. По крайней мере, я вот... Надо сказать, у меня телефона нет. Ну, я что-нибудь придумаю сейчас, наверное. Ну, пока сидим, ждем. Ну, и впереди стоящая машина. Вот для интереса хочу показать такую вывеску. Очень мелким шрифтом написано. Я вожу аккуратно. Если нет, пожалуйста, позвоните по номеру. Но на самом деле, эта надпись совершенно не видна, если едешь на скорости. Ну, вот, видимо, приятно, что такая есть надпись, что он такой весь вежливый. Хожу по этому центру СЕХА, пытаясь установить приложение Альхосм, без которого в Эмираты не пускают. Вернее, не в Эмираты, а в Абадаве. Но здесь, в этом центре СЕХА, это программное обеспечение, которое разработало Министерство здравоохранения. Ой, никто ничего не знает. Пытаемся дозвониться до Альхосмана, а они нас дурят. Говорят, что вы не нажали на эту кнопку. А тут уже 22 раз нажал на 22. Дыши. Я тебя не снимаю. Дыши. Для того, чтобы из Дубая попасть в Абадаве, необходимо задать из пальчика тест, который называется DPI. Дефрактив фейс интерферометрия. Дефракционная пазовая интерферометрия. Что-то такое непонятно, но моментально определяет, честно, больно или нет. Вот сидим, ждем. Стоит эта процедура 50 дирхам. Это самый дешевый тест. Самый дешевый тест, который дается на въезде. В Дубая есть верблюжья ферма, мимо которой мы сейчас проезжаем. Ну, чуть я ни одного верблюда пока не вижу. А, вот верблюды. Этих верблюдов выращивают и, видимо, дуют молоко, может быть. Да, молоко. И потом делают, наверное, молочный продукт какие-то.